Почесается, греши, Господи, прости на грешном погибе, и вовы славе. Аминь. Деяния святых апостолов. Глава первая. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и учил, и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, да святым духам повеления апостолам, которых он избрал, которым явил себя живым по страданию своем, со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены духом святым. Посему они, садясь, спрашивали, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свои власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас дух святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во все Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Сказав все, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознешнийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, Матери Иисуса и с братьями Его. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около ста двадцати мужей, братья. И это надлежало исполниться тому, что в Писании предрек дух святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и, когда незринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отеческом их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. Псалом 68, 26 и 108, 8. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелями воскресенья Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Глава 2. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились и Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, и всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящим его наречием. И все изумлялись и делились, говоря между собою, сии, говорящие, не все ли галиями? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне, медиане и ламиты, и жители Месопатами, иудеи, Каппадокии, Понте и Асии, фриги, Памфилии, Египта и части Ливии, Прилежащих Киреней, и пришедшие из Рима, иудеи и парзелиты, критяне и армитяне, слышал их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись сие, и неудумевая, говорили друг другу, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, и вот теперь третья часть дня, но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излив от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями разумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излив от духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, приезжий, нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Пророчество Иоиле 2, 282. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Мазерея, мужа засвидетельствовала вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его, ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одеснув меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в вагине, дашь святому Твому увидеть ленья. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Псалом 15, 8, 11. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о право отце Давиде, что он и умер погребен, и в гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог склятво обещал ему от плода чреслу воздвигнуть Христа во плоти и посадить его на престоль его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Псалом 15, 10. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божию и приняв Его от Отца обетования Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов в твоих подножия ног твоих. Псалом 10, 9, 1. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим, и всем дальним, кого он не призовет, Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились, и просоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, при ловлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершили через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали мнение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день недодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Спасибо за просмотр!